Вот какие люди ходят по улицам Нью-Йорка иногда. Вот так вот. Вообще, на самом деле, здесь, в Америке, все очень... Никто никого не смотрит, короче говоря. Все очень просто, да. То есть ты можешь ходить как хочешь. Я уже рассказывал, но не знаю, сейчас, может быть, расскажу, потому что давно это было повторно, с новыми немножко данными, по поводу обнаженной груди. В 92-м году суд Нью-Йорка узаконил, что женщина имеет право так же ходить с обнаженной грудью, как и мужчины. И сейчас никто не может протестовать. То есть это уже последняя инстанция штата Нью-Йорк, государство штата Нью-Йорк. И, может, видели, когда-то я снимал на Таймс-сквер, там с голыми грудями женщины ходят. И Аня снимала просто прохожую, которая летом ходила с голыми тоже грудями. Вот такой вот парадокс. То есть есть решение суда, и полиция не имеет права задерживать, останавливать этих женщин. Потому что они считают, что вот почему мужчинам можно ходить с голой грудью, а нам нельзя, мы тоже хотим. То есть они могут загорать, и я видел, не раз загорали там на лужайке топлис. Конечно, это плохо, наверное. Кругом ходят дети, и как-то все-таки так исторически сложилось, что женщина обычно закрывает свою грудь на пляжах и везде. Вот, поэтому... Это я говорю о Нью-Йорке, и это не значит, что это в других штатах разрешено. Но вот здесь законы очень разнятся от штата к штату. Так что, если у кого есть желание ходить с голой грудью, в Нью-Йорке, пожалуйста, вы можете ходить. Кстати, говорят, что новый мэр запретит вот этих лошадей, потому что якобы издевательство над животными, плюс запах. И профсоюз вот этих кучеров, которые занимаются этим бизнесом, тут уже и бастовали, и петиции писали по поводу того, что как же так, это исторически сложилось, что это туристическая достопримечательность, и как вы это можете запретить и так далее. Что-то еще одна будет тут, революция судебная. Я понимаю, они потом в суд подадут, может, суд потом это отменит и опять разрешат лошадей.